ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброго времени суток, всем, дорогие друзья. С вами по-прежнему Друг и Каспер. Блин, забавно тебя называть в эфире Друг постоянно. Это был расчет, на самом деле, когда ник наинформировался. У нас постоянно была шутка, да, мы можем немножко отойти? Да, конечно, конечно. И постоянно была шутка с моим сокомментатором периодически. Он говорит в эфире, я там называет себя и Друг. И у меня постоянно, вот, меня внутри все ломалось, и я говорю, ты опять друга своего привел. Когда вы комментатора приведете, хватит друзей в студию возить. Мы понабирали вот это, друзей по оплату. По объявлению, да. Конечно. Так, ладно, у нас начинается вторая карта противостояния Даниш Берс и Ноу Диггити. Я вспомнил, даже не подсмотрев в экран. Да! Расту прям на глазах. Профессионал. Всего 10 лет понадобилось для этого. Да, и у нас стадия драфта. Тимберсович Доктор, мы видим у Даниш Берс и Бестмастер Инвокер для Ноу Диггити. Ну, кстати, уже распик у нижних-то серьезно выглядит. Весьма. Да, но то, что Тимберсов все-таки отдали команде Даниш Берс, я не знаю, кого надо было больше бояться. Дарк Сир. А кого здесь не бояться? Команде Ноу Диггити. Если еще возвращаясь на прошлое противостояния, там Дарк Сир развалил перед этим, перед этим за матч до этого. Там у Химики были. Да, у Химик дважды развалил. Ну и Тимберсов, видим заготовочку Даниш Берс, которая более чем круто сработала в прошлом матче. Да, но в прошлом матче был весьма специфический драфт, против которого этот самый Тимбер играет очень хорошо. Потому что много милишников, много жирных милишников. Для Тимбера это вообще идеальный расклад. Сейчас мы видим Бестмастера, который более-менее дистанционно ведет драку. Плюс у него эти кабаны, которые мешают перемещаться. Плюс этот контроль в виде Праймал Рора. То есть очень прикольная штукенция. Инвокер, который точно так же дистанционно воюет. И который точно так же не должен никому подходить. Его очень тяжело ловить. И у Тимбера с этим героем тоже могут быть проблемы. То есть пока все не так радужно, как могло бы быть. Но еще три героя впереди. Я думаю, что Даниш Берс прекрасно разберутся с этим Бестмастером. Ну и для Бестмастера они уже Вич Доктора взяли, чтобы против него на линии стоять нормально. Но опять же это ситуативно. Можно Тимберсоу не только в центр отправлять. Можно его и на харду смело отправлять. Они его в легкую отправляют вообще. Или в легкую тем более, да. Там абсолютно согласен. Он идеально зашел против ДК. ДК, по сути, мы смотрели на 30-й минуте без слотов. Там из слотов только Shadow Blade. Но мы прекрасно понимаем, что корпозиция так выглядеть не должна. Ну и в целом там провал по всем был. 420 ГПМа. Топовый был ГПМ у Медведя. На 30-й минуте это провал полный. Ну и для Медведя это еще более-менее сносно. Но остальные были слишком далеко позади. То есть обычно мы говорим про ГПМ там в районе 500. Ну, действительно неплохой, да, для того героя, который должен фармить. Но вот 4 соточки там плюс-минус 20. Это действительно уже весьма угрюменько. Да, остальные 300 плюс-минус 20 были. То есть еще Медведь неплохо смотрелся на фоне своих тиммейтов. Свена банит Денниш Берс. Не дают серьезного силача. Причем Виспа не было. Виспа уже нет от команды No Digity. Боятся его. О, кстати, с Виспом в паре. Тимберсовый против Инвокера. Нехило бы стоял на центральной линии. Ну да, поддержка может быть очень неплохой. Да вообще по-прежнему мне интересно, куда его поставят, этот тимбер. Вообще и Эйс играл на легкой у Даниш Берс на этом тимбере. И вот мы видели Пингвинчика. Тоже неплохо исполнял. Так что видим, что у ребят этот персонаж действительно весьма многопрофильный. Но он и в сложный хорошо стоит. Раньше его когда-то брали в сложную. Потом выяснилось, там, Сумаилыч показал, что можно на тимбере постоять в миде. Там буквально несколько месяцев назад все-таки, ммм, действительно, вроде неплохой герой. Главное, когда я так говорю, мне говорят, а ты что за фигню несешь какую-нибудь? Никто этого не делает. Но зато потом, когда кто-то сделает, они такие, ну ладно, типа окей. Ах ладно, сам себя пока я не похвалю, никто меня не похвалит. Сумаил, кстати, показал, что на миде можно стоять в тимберсоу Сумаилу, на самом деле. Ну да. Сумаилу можно стоять на тимберсоу, можно Бэйна брать на мид в Вич Доктора, я не знаю, кого Леона брать на мид. Там парень порукастый. Но тут, конечно, такой ситуативный пик тимберсоу на мид надо хорошо исполнять. Это факт. Либо соперник должен быть существенно слабее или менее мотивирован. Ну вот Фантом Ланцер от Дениш Бирс подъезжает. Это уже серьезно. Кстати, да, это очень серьезный персонаж. И берут его достаточно рано. Погоди, а что вообще по линиям получается? А по линиям получается, что это, скорее всего, Пэйл в центр вообще пойдет. Тимбер будет стоять в легкой. Пэйл в миде против инвокера. Это тоже весьма распространенная практика. И, ну не знаю, надо как-то укрепляться сейчас на Удигите. Нужно взять каких-то хороших, сильных суппортов. Куда вообще Баунти Хантер делся, ребятки? Вы помните, что герой такой есть в игре? Он вообще неплохой персонаж. Он и линии хорошо гоняет. И очень приятно то, что он к линиям к этим не подвязан ничего. И Вич Докторов разных он гоняет здесь тоже может. А вот он Баунти Хантер. А у нас берут пока что Леона. Леон тоже неплох. И Леона очень сильно боится Тимберсоу как раз. Да, да, да. Не без этого. Вообще у Дениш Бирс тоже просматривается такой хороший набор героев на файт. Твич Доктор с подхилом, плюс массовый этот стан. Каски от ВД. Ну, видно, что Дениш Бирс хотят драться. И прошлый пик показал тоже наличие Спирит Брейкера. Плюс Леон, то есть пытался, да, сначала не очень хорошо у Спирит Брейкера все получалось. Как-то конкрили его станами. А потом опять вернулся в замес. А Глимпса уже нет, а Спирит Брейкер есть. И делается им непонятно что. Фейслесс Войт от Ноудигити. И это получается жадный бейсмастер на четвертой позиции. Скорее всего будет. Либо вообще... А, действительно, все выглядит именно так. Действительно хотят ребятки наводить побольше экшена. Но вот со Спирит Брейкером как раз была та ситуация, когда он просто набрал определенную критическую массу, когда его было невозможно толком пробить. И все, и он действительно... Его вроде бы глимпсанул, он отбежал назад и опять вернулся в замес. А Глимпса уже нет, а Спирит Брейкер есть. И делается им непонятно что. Фейслесс Войт от Ноудигити. И это получается жадный бейсмастер на четвертой позиции. Скорее всего будет. Либо вообще Керри Войт, во что я не очень сильно верю. Да, вот нам как раз намекают на то, что Туск не самый лучший герой на этой квалификации. Уже 12 раз он был. Это очень много. Но при этом выиграл всего 4 матча. Это очень мало. У Войта тоже ситуация ненамного лучше. Да, я думаю, кстати, Войта может быть от противного. Просто Ноудигити брали, чтобы не отдать под Вич Доктора его. Потому что Дэниш Бирс мог бы он смело зайти в пик. Под ВД мы прекрасно знаем. Фейслесс Войт шикарен. И позиция Фейслесс Войта. Также Тимберсоу мог бы быть в центре. Также Фантом Ланцер мог бы стоять изи лейн. И точно так же Фейслесс Войт, как крутой инициатор в пачке с Туском, мог бы зайти на хардлейн. Я думаю, просто тут решили хоть как-то обрезать данную камбу Дэниш Бирс. Ну, в некотором смысле, да. Ты прав, потому что действительно можно было поставить таким образом линии. И действительно Войта там гонять было бы толком нечем. Потому что Леон с ним тяжело справляется. Единственный плюс у Леона, то что может он выкачать монодрейн. Там, не знаю, в единичку в двойку даже на третьем уровне. Но, с одной стороны, это хорошо, потому что ты реально прогоняешь Войта. У него просто нет маны никогда на прыжок. С другой стороны, пока ты получаешь третий уровень, Войт уже уровень пятый. Ему уже, в принципе, плевать на то, что там есть у него прыжок, нет у него прыжка. Просто пешком от вас убегает, очень жирный персонаж. Или нападает. У Войта нет маны, а у Леона нет хп. Такая забавная ситуация. Да, и непонятно, что из этого хуже. То есть, тут тоже есть свои нюансы, которые нужно выяснять. Обрати внимание на последний банк, кстати, команды Дэниш Бирс. Смирану решили исключить из этой серии. Я бы, честно говоря, не угадал бы. Даже не думал о ней на самом деле. Ну, вот она все чаще и чаще появляется. Эта патма у нас в банах. Причем в пиках я ее почти не вижу. В основном она в банах сидит. Не доживает она как-то до момента, когда ее все-таки заберут. Три секунды остается всего лишь у Ноудигити. И это Тайтхантер, который улетает. И теперь понимаем, кстати, что вполне в Ноудигити могли так думать. Вот Фейслес Войт и Тайтхантер. Что это? Это массовый спелл, который будет удерживать всех зафиксированными. Это хроносфера или это? Реведж у Тайтхантера. То есть, не хотят дать возможность АОЕшный такой контроль подарить команде Дэниш Бирс. И Фейслес Войта забрали. А Тайтхантера забанили. Хитрые какие. Ну, не очень, но так. Хитроватые. Да, да, да. Коварные, коварные люди. Ну, вот клич Ластпиком, он мне не нравится совсем. Ну, во-первых, это действительно будет Керри Войт. Судя по всему, Энчантрос на Ластпик для Дэниш Бирса. Боже мой, что за герои у нас всплывают. Действительно, Лич. Вот пять раз его уже тоже брали. Мне очень забавно было смотреть за Баунти Хантером, у которого Дэмидж Шеер был в районе трех процентов. Ну, здесь, видимо, просто не посчитана статистика у Энчантрос. Ничего страшного. Но, в целом, видимо, она неплохо играла. Потому что Кэда очень-очень сносно выглядит. В общем-то, начинается у нас потихонечку вторая карта, которая, гипотетически, может стать и последней картой в этом противостоянии. Но, не знаю, возможно, получится как-то дать отпор. Хотя, не знаю, первый розыгрыш был весьма безидейным. Вот как-то мне так показалось. Да, и я тоже анализировал ситуацию конкретно предматчевую одной и второй команды. У команды Дэниш Бирс на плюс морали четыре из пяти. Там 112 процентов форма, 115-116. По всем показателям у них винстрик хороший, лустстрик у команды No Digity. А вот комьюнити, тем не менее, один к двум или один к трём давала в пользу у команды No Digity. Может, я чего-то не понимаю. Может, комьюнити больше понимает просто. Но, судя по первой карте, где-то что-то я всё-таки понимаю. Возможно, ты не просто так здесь сидишь. Вот у нас просто до тебя сидел Бафик, который постоянно пытался, скажем, оправдаться своей хорошей аналитикой. У него это, в принципе, получалось. То есть он часто угадывал героев. И себя он утвердил, как человека, который не зря здесь сидит. Так что теперь, видимо, твоя очередь. Вот угадывать, да, мне сложновато даётся. Все лотереи я проигрываю всегда, поэтому... Ну, мы тут с тобой, я думаю, очень похожи в этом начинании. Я могу показать вообще свою историю игр последних, чтобы люди немного были ошарашены. Потому что я из десяти игр выиграл от силы две, наверное. Ну, ладно, об этом я расскажу немного попозже. У нас здесь начинается игра. Мы посмотрим, кто на ком у нас будет исполнять. Ну, и у команды Danish Bears Ace на Тимбере. На Фантом Лансере будет играть Пингвинчик. Туск от Хестерджероты на Райс Энчантрес. И Ноя на Вич Докторе. Ну, и со стороны команды NoDigD. Синдерен будет играть на Наличье. Койква забирает себе Инвокера. Эра будет фармящим Фейслес Вайдом. И обзор будет играть на Леоне. И Кезу забирает себе Бистмастера. Это прям моя просто мечта, чтобы Вайда наконец-то вернули в мету, как керри героя. Так он мне нравился и так классно заходил. И эра, возможно, все-таки мою мечту либо оправдает, либо покажет, что нет, нет, нет. Современная мета и статистика гораздо вернее. На себе этот вопрос смотрят. Вообще, вообще здесь есть и сильные и слабые стороны в задумке Рейдентов о Нижнеу Дигите. Почему? Потому что, с одной стороны, есть очень сильная связка Войт, Лич. Туда Инвокер. С другой стороны, мы опять сталкиваемся с ситуацией, когда у Даниш Берс герой на дистанции просто лучше дерутся. Вновь. Инчандр с имбетусами стреляет постоянно. Ну, если там, допустим, какой-то мидгейм условный. Фантом Лансер дерется постоянно. Тимбер дерется постоянно. Им не нужна хорошая инициация. Им не нужно вообще ничего. То есть, если на Удигите ошибутся, его там стянет недостаточное количество людей в хроносферу. Или просто их там не успеют поубивать в этой хроносфере. То все. В итоге опять придется как-то, я не знаю, отбиваться. Могут быть серьезные проблемы на этом основании. Ну и вот мы видим, уже гоняют Войда здесь, в его легкой линии. Да, Войду не дали возможность вообще ни одного крипа убить. Ну, пока что. Бегут за ним крипы по тавер. Возможно, здесь Эра что-то настреляет. Но какой пертый Ноя. Он просто идет и в спину Фестлесс Войду настреливает. Ничего еще Эра не прокачал. Ну и пока Ноя доминирует на лайне. Но Эра хотя бы по кусочку пытается. Хоть одного крипа нет. Нет, говорит. В скобочках нет. Ну что, подкоп пошел по Ное. А Ноя, скорее всего, здесь развалится. Прячет в сноубол своего тиммейта Хестеджи Ротан. И Эра забирает первый фраг. Леона пытается добить. Летит копье ему в спину. Забирает все-таки Леона. Размен один в один. Ну, Эра уже по таврам. Уже по сейфове ситуация. Синдер Рен идет. Да, вот. Скажет, есть крипов всех ваших вудухов на этой линии. И на самом деле Лич вот в такой ситуации он слабый помощник. Потому что Ноа, ну она сама по себе слабая. Кроме Ноа у него ничего нет. У него и Новый нет. Даже больше того скажу. У него и Новый до сих пор нет. Действительно. И когда он станет полезным, это будет от силы уровень третий. Когда у него появится и Ноа, и Айс Армор. И в итоге он будет вынужден просто находиться на этой линии практически постоянно. То есть вот Лич по этому параметру немножечко все-таки плохо. В миде мы видим очень жестко гоняет сейчас пингвинчик Инвокера. Да, но пока ему еще солочка не подъехала. Поэтому сейчас будет чуть-чуть поосторожнее стоять. Пингвинчик наглый. Очень наглый. Не видит он имени над головой у Инвокера. Койква, не койква. Опытный, неопытный. Много играл, немного. И не против таких стояли. Да. Очень здорово действует. И в предыдущем противостоянии этих двух коллективов вытащил игру. Ну так, не полностью, конечно, не в соло вытащил. Но много полезных вещей сделал. И сейчас видим тоже прошлый файт. Его прошлая карта на Timber Soul была прекрасной. И теперь на Phantom Lancer тоже продолжает доминировать на своей линии. Ну вот новый бестмастер, которому немножечко понерфили кабанов. Там ему чуть-чуть урон подрезали. Замедление чуть-чуть подрезали. В итоге сейчас против Timber они, эти самые кабаны, они, наверное, даже больше вреда наносят. Просто потому, что включается у него реактив армор с каждой лишней плюшкой. И, соответственно, Timber здесь просто в шоколаде. У него 14 на 1. У бестмастера, правда, тоже 17 на 1. Потому что Timber его убивать пока не может. Но со временем, с получением хорошего уровня, я думаю, Timber будет больше неприятностей доставлять. И у нас в центре может быть выход на койку. Здесь у нас уже Райз засел. Причем у него тут еще Сатир Мучитель и Пингвинчик. Второго уровня копья есть. Вот оно, копье пошло. Есть выход, замедление, моментальный телепорт от Леона. И нужно отходить. А ТП-шечку, кстати, отменили-то. Ну и Дениш Бирс просто не могут уже дальше койку цеплять. Хотя, кто не может? Дениш Бирс не могут, а Сатир Мучитель может. Помочил немного койку. Половину хп потратили, не попадает Сатир. Своим шоквейвом, ну и койка все равно чувствует какую-то агрессию от команды Дениш Бирс. И в подтверждение вот этому жести от Пингвинчика. Там внизу, да, пытались Синдерена пропинать. И у них это неплохо получилось. Он там немножечко загулял Лич. И его просто на этом моменте подловили. Хорошие шарды были. И просто рученьками подразмяли. Даже каски такие больше оборонительные, наверное, даже были поставлены. Я обзорчик пытался также подразвести на возможных СТЖ Ротена на какой-нибудь Сноубол, но не получилось это сделать. И вот внизу опять ты смотришь, и Дениш Бирс, и вроде толком даже никто ей не мешает. Они тут бегают, что-то делают. Причем вот абсолютно все, что хотят. Занимаются чем угодно. Причем ворды у них очень жесткие стоят. И Райс сюда вообще приходит. Правда, спалился, видимо, сейчас на крипах. Да-да-да-да-да, тут же Ноя в инвизии. Если сейчас даст Вижн по Синдерену, ой, как может быть неприятно. Ну, кстати, ситуация с прошлым матчем, с прошлой картой-то повторяется. Вроде бы Дениш Бирс, казалось бы, на харде не очень уверенно смотрится. Изи лейн, топ крип стат у парня, мид лейн, топ крип стат. Ну, работает. Ну, вот внизу тут и обзоры сейчас убивают. Да, там еще Мальдив висит, поэтому Леон умрет здесь сто процентов. И еще и на Синдерена была попытка выйти. Возможно, к стажеротам сейчас... Да, он просто с собой прихватил побольше людей. Вкатывается на леча, Синдерена моментально убивает. Ну, единственный вариант, чтобы вот на Ною башки, наверное, бы поменьше работали. Возможно, бы он отсюда смог уйти. Да, все, перестал будет с ним драться, Ноя уходит. Летит сюда Леон, но лететь ему долго, и он не долетел. Опять отменяет телепорт Леон. Я не знаю, это умышленно или нет. Вообще, ну, смысла отменять сейчас телепорт я не видел. Я, честно говоря, тоже слабо понял эту историю, потому что уходила команда Дэниш Бирс, бояться было нечего. И ладно бы, да, он отменил ТП и пошел бы на другой лайн. Он отменил ТП и пошел пешком на этот лайн. Ну, знаешь, разминка там, немножко пройтись, все-таки там суставы уже засиделся, старенький, неудобненький. По-прежнему топовый крип стат. Две первые позиции команда Дэниш Бирс. Это Мидер и это Изи Лейн. В прошлый раз команда Нау Дигити позволила фармить Лайфстилеру. Лайфстилер потом зафармил всю команду Нау Дигити. По-моему, ситуация повторяется, и почему-то, честно говоря, у меня есть вопросы, Нау Дигити не учатся. Причем это не так давно было. Да, вот я тоже хотел задать этот вопрос, мол, какого черта, почему это дежавю? Обычно такое происходит очень редко, а если и происходит, значит, что либо у капитана вот что-то прям совсем не пошло, да, у координатора. Потому что, ну, ты знаешь этот сценарий, ты помнишь его? Каждый из твоих игроков помнит этот сценарий, что все плохо для вас закончилось. Кстати, у нас тут Эру немножко пробили, но Эра выживает. Эра выживает, ой, слушай, какие хорошие шарды-то были поставлены. Да нет, должен, должен, должен выжить. Да, 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 правда, 10 секунд еще до прыжочка, поэтому его, наверное, ручками подразомнут малость. Ты видел, какое решение? Вот я обзор, а он отправил в Хекс Кентавра. Но он ни одного из героев Дениш Бирс не отправил в Хекс, он хексанул конкретно Кентавра, чтобы не топнули по голове. И Рем таким образом засейвил своего керри-героя. Ну, конечно, клацать кнопки на Удигите могут, и составчик плотный, серьезный, но вот как-то в глобальном каком-то понимании такое ощущение, что не до конца сейчас понимают, что делать с Дениш Бирс. Ну да, как Кезу, подошел, посмотрю, посмотрю, потом постоим на хайграунде. Да, то есть вот опять же вопрос по поводу урона, то есть где ваш урон на Удигите? У Дениш Бирс все более-менее понятно. У них там Инча стреляет, Вичдоктор с Дезвардом, очень много с магии расстреливает Тимбер. Вот мы видим, сейчас тут пошел он дальше нападать. Собственно, даже Франтом Лансер имеет какой-никакой Бирс Дэмэдж за счет того, что копья кидает. А вот у Удигите что? То есть есть палец у Леона и прокаст Инвокера-Лича. Причем прокаст Лича вполне рандомная штука, то есть может пойти, может не пойти. Это очень важная вещь. И если Синдорену просто не повезет, то все, это просто останется Инвокер и палец Леона. Да, и тот же Райс, например, со своими нейтральными крипами может, в общем-то, раскатить Лича. И в никуда у нас Чайник улетит. Тем более, что Инча постоянно с зоопарком бегает. Это проблема. Это некая проблема. Но она последним пиком залетала. Тоже, знаешь, неглупые ребята за Дениш Бирс катают. Дополнительные юниты, которые, в принципе, Лича этого кое-как контрят в файтах. Да, и вот смотри, какой у нас интересный выход сейчас на верхнюю линию. Правда, тут птица подсвечивает. Одна светит сверху, другая бежит, светит снизу. Синдорен... Нет, Синдорен тоже отсюда улетел. Пингвинчик выходит на линию, просто прогоняет подальше. И будут забирать здесь вышки Кирадин. Действительно, ничего сложного в этом Дениш Бирс не увидели. И зарабатывают первые денежки за тавор. Просто дежавю. Дежавю на дежавю, дежавю погоняет. Это матрица. Кто-то взламывает систему матрицы, потому что повторяется идентичная ситуация. Забирают тавора, не чувствуют налайник своих оппонентов, фармят лучше, по графикам выходят вперед. И при этом никакой реакции от команды на Удигите. В чем смысл тогда? Реакция очень забавная, потому что инвокер покупает Мидос. С одной стороны, это очень стандартное приобретение. А с другой стороны, чувак, вас сейчас пойдут, возможно, убивать. И, возможно, вы не сможете нормально драться. Ну, ладно. На инвокере Мидос он более-менее хотя бы обоснован, потому что просто ему опыт лишним точно не будет. И, ладно. Спишем это именно на тот самый опыт. А то, что он отдал на фрифарм пингвинчику центральную линию, на что это списать? Это уже не знаю, на что списывать, потому что с этим фантом лансером рано или поздно действительно придется считаться. И я уже говорил на тему того, что ПЛ, он очень хороший боец, он не зависит от каких-то кулдаунов. Он просто идет и дерется. Это важно. Войт так делать не может, пока у него нет там большого количества слотов. Там лич так делать не может. Ну, никто вообще практически этого тут делать не может, если у него хоть что-то находится в кулдауне. У нас еще одну шарды в эру. Ну, и мы знаем, что инвокер, опять же, сильный мидер, который должен очень плотно напрягать своего соперника. Но сказать, что ПЛ проиграл, да, там по крипстату немного проиграл, да, один раз умер. Но левел у пингвинчика восьмой такой же, как у Койквы. Там, пускай на один он даже отстает. Ну, прекрасно понимаем, что в лейте гораздо опаснее персонаж в фантом лансер, нежели инвокер. Ну, и такое ощущение, что Диггити просто потеряли темп и сейчас полностью потеряли контроль в этом Best of 3 противостоянии, которое, как уже мы говорили, может в Best of 2 плавно перетянуться. Да, и Vanguard также появляется у Войда. То есть, конечно, в бою этот Vanguard очень сильно полезен. И мы это тоже уже проходили. Мы проходили этих джиггернаутов и антимагов, которые нынче собираются через Vanguard первым артефактом. Эта штука достаточно хорошая. Мне это нравится больше, чем Мидас на Войде с первым артефактом даже, скорее всего. Ну, по крайней мере, в такой ситуации. Ладно, у нас тут в центре выход. В центре пошли Денисбер забирать еще одну вышку. Заберут, я думаю, ее тут тоже без проблем. Хотя есть телепорт. Прилетает сюда Эра. У Эры есть хроносферка. Райс не успел захилиться. И его уничтожил я обзор. Эйс пошел тоже с прокастом. Каски залетают. Каски могут быть очень опасные. Но каски улетели просто в небытие. И вот теперь чайник должен быть неплохой. Да, чайник действительно полетел. Пробивает еще иною. Но в Сноубол классно заныкал Хестерджей Роттен своих тиммейтов. Эра в итоге пока что живет. Пингвинчик, пингвинчик. Прям метеор прыгает. Ну и как у нас дальше пойдут дела у Эйса? Я вижу, опять тут каски прыгают. Кстати, посмотри, какие шарды офигенные. Они просто были поставлены. Но дерутся. Дерутся сейчас. Но у Диггити просто руками заколачивают. Заколачивают этих Даниш Берс. И есть, правда, чей нахуй. Слушай, и пошел. Эйс драться дальше будет. Добивает, наверное, здесь Синдерена. Не достает буквально чуть-чуть. И его здесь забьют. Да. И даже Инчантрас, наверное, не поможет здесь никак. И Райс тоже, наверное, здесь сейчас будет умирать. Хотя не уверен, что за ним погонится. Да, цеплять его было нечем. Но потеряли вообще контроль над файтом. Игроки команды Даниш Берс как-то все по одному, да по одному. Это при том, что у Ноу Диггити была абсолютно провальная хроносфера. Войд поставил хроносферу, никого не зацепив. Да, он раззонил, конечно, немножко оттеснил игроков команды Даниш Берс. Но можно было цеплять и можно было под собственным файтом драться, под собственным тавером файт организовывать, а не перемещаться в лес. Ну, хорошо, хорошо подрались с Ноу Диггити. Они были в минусе по голде. Теперь, видим, две с половиной отыграли за последние две минуты. И по экспириенсу тоже графики взлетели. И все это в пользу команды Ноу Диггити. Три с половиной по экспириенсу. Так играть можно. Это хоть как-то меняет сценарий прошлого матча. Да, определенно меняет. И здесь Даниш Берс стоит задуматься над своим поведением. Потому что только что они очень много денег подарили. Вообще, я увидел только что количество нанесенного урона. И когда одна из команд наносит 7000 урона в драке на 13-й минуте, надо задуматься. То есть, вообще, адекватно ли это была драка? Потому что, объективно, тут нет нормальных демош-дилеров. Просто замес затянулся минуты на две, наверное. Все друг друга там калашматили. И, ну, я говорил по поводу того, что у Даниш Берс бойцы лучше. Но, как мы наблюдали, инвокер зашел очень-очень классно. Вот инвокер действительно стал, возможно, одним из ключевых там бойцов. Хотя и его и с этим вангуардом тоже немаловажный был. Ну, да, еще ждем удачную хроносферу. В файтах она пополезнее может быть на будущее. Ну, раз каст от инвокера действительно не дать не взять. Были хороши. Там во многом и Фантом Лансер подставился. Ну, нереально круто. Пингвинчик просто ловил Метеор. Так, знаешь, как Снежингер дом. Ну, и у нас Индерена поймали. Скорее всего, отсюда не отпустят ли он. Пытается его хоть как-то подсыпить. Копье залетается еще и от Пингвинчика. Пошел чайник. Ну, и на этом чайник заканчивается. И хроносфера поставилась от Вайда. Ход пытается запилить Пингвинчика. Бласт и Метеор по голове. Успевает Фантом Лансер все это заивидить Дуппельгангером. Но убежать вряд ли отсюда получится. Айра его доковырял. В итоге размен 2 в 1. И дальше погоня по Ное. Райс без маны. Демеджа много не вносит. Тут непонятно вообще, да, куда какое село кого гонит. Да, у Эйса тоже мана закончилась. И того мы видим сейчас минус 3. Войд продолжает там драться. Вот он, этот самый Войд с Вангвардом. Вы только посмотрите, что он делает. Он просто идет и избивает рученьками. Своими рученьками, своими богатырскими этих людей. Посмотри, что он делает. Это минус 3 с руки. Он просто убил троих пацанов именно руками. Дагерок подъехал. Все, 2-300 на руках. Теперь Эра еще инициатор. Не просто убийца. Когда ты говорил о Вангварде, я и подумал, а чем собственно бить будет Войд? Как бы демеджа нет. Вот, вот, автоатака. Демеджа нет, да. Там 78 было у него. Оказывается, райт-клик тоже работает в руках Эры. Ну и неоднократно он проперся на таймлок. Тоже тут часть удачи. На стороне Эры. Ну и пока демеджа Бирс плывут в неизвестном направлении. Войда отпустили. Да, конечно, получилось очень забавно с этим Войдом. И обзор выходит на центр. Хекс на пингвинчика. Будет еще и импл, естественно. И пингвинчик здесь сгорает. Вот, вот такие фраги. Они прям совсем сильно бьют. Не только по морали, но и, естественно, по фактическому положению в этом хит-параде фермеров. Хотя, погоди, у нас Тайру еще внизу убивают. Поглядим, получится ли его здесь забрать. Чакрамом не доставал. Буквально миллиметр! Как он отсюда уходит! Боже ты мой! А Эра просто не вижу зла. Он не поворачивался к Чакраму. Он стоял на границе шардов и на границе Чакрама. Дождался, когда откатятся. Да, шикарно просто. Просто невероятно, да. Бухатовская пауза. Выдержал ее и улетел. Да, Эра сейчас мог бы подарить очень много денег команде Дэниш Бирс. Во-первых, они отстают по голде. Во-вторых, у Эры стрик на секундочку. 6-0 идет этот парень. Ну и 2700 на руках. Ничего не покупает. Эра, я так понимаю, серьезный артефакт. Может быть, это будет Майл Штром. Потому что вот такие воиды, как ты правильно говорил, чем будет он бить? Плотности у него уже за глаза. Там 1400 хитпоинтов с этими прыжками и, собственно, блокировка урона от Ван Гварда. Этого более чем достаточно для воида. Блинк это хорошо, но мы видим, сейчас и без блинка обходятся, мягко выражаясь. То есть тот же Майл Штром может действительно стать очень сильным артефактом именно в плане нанесения урона руками. Атак спид больше. Шанс, что сработает таймлок. Он не то чтобы выше, но бьешь ты чаще, соответственно, и вероятность выше. А как тебе такая легкая наркомания первым артефактом Эбисал? Нет, Эбисал первым артефактом на воиде. Ну, не знаю. Как контроль по Фантом Лансеру. Вот если было много демджа, я бы так и сказал, что Эбисал вообще здесь очень круто выглядит. Но вот без урона, мне кажется, это может быть небольшой авантюркой. Это может быть еще и Радианс. Вот что я хочу сказать. Да-да-да, войды частенько с этим артефактом гуляют. Ну и видим, на топ лейн перемещается команда Дэниш Бирс. Койку закрыли шардами, но он особенно этого не чувствует. И Эра пытался поймать кого-то в хроносферу. Нормально отзонила команда Дэниш Бирс. Сноя все-таки загулял, и уйти отсюда не получится вичдоктору. И обзор уже килинг с пристриками. В целом, по дракам все прекрасно. У Леона Даггер. Даггер на 16-й минуте. Леон, саппорт. Да здравствуйте. Да, причем еще и стики и транквилы. То есть он не просто там зарашил этот блинг. Он так постепенно, полигонечко думает, ладно, вот это сейчас сделаю там 3 минуса, 8 ассистов. Умирать не буду и куплю себе блинг, действительно, на этой 16-й минуте. Вот, оказывается, как просто успех в доте. Да, это как там... Ларчик просто открывался, вот-вот-вот. Я вспомнил это выражение. Короче, эйс. Вот эйса здесь практически не видно. Он купил, конечно, травла. У него есть Бладстоун. Но вот до появления этого Бладстоуна очень быстро заканчивалась тогда мана у Тимбера. И, соответственно, в драке весь свой потенциал он раскрыть и не мог. Сейчас самое время для того, чтобы начинать раскрывать свой потенциал. Пингвинчик, кстати, успел убежать. Да, отчаянник до него не долетает. Очень жесткий тайм-делейшн. И Пэллу лучше вообще не разворачиваться, а просто бежать от седа. Ну, вот так этого не надо было делать, Пингвинчик. Это плохая была затея. Мансы, next level. Не получ... В скобочках нет. Не получилось. Не получилось малость. Смотри, Тимбер, Тимбер продолжает дальше жнаться. Хорошо, в чакраме там бегает Хезу. Но вот у эйса заканчивается здоровье. Это важная штука, когда ты дерешься к Хезу. Катился на него также Хестеджи и Ротен. Возможно, даже пнет кого-нибудь здесь. Ну и продолжает Эра. Эра просто идет и дерется. Да, это действительно будет Радианс. Слушай. Да, совсем не лишнее. Фантом Лансер вообще ничего не будет делать Эре. Он сейчас его гоняет, а что будет позже, я боюсь даже представить. Вообще, драками команда на Удигите просто переворачивает это противостояние. Поймали Хестеджи и Ротена, еще и Санстрайк. Комбинация просто идеальная работает. Ябзор, который врывается на даггере, дает контроля. Немного совсем и койква. Практически со 100% вероятностью дает точный Санстрайк. И видим, тем более, экзорт уже промакшен. Так что дэмэджа очень много залетает от него. Единственное, что я хотел сказать, подытожить игру от Danish Bears. Они реально не дотерпели. Почему? Потому что у них были бы неплохие перспективы, если бы они так сильно... О боже, меня приглашают в игру Counter-Strike Global Offensive. Спасибо большое, Хостик. Заходи. Сейчас получит бан он у меня. Ну ладно. Так вот, фишка в том, что действительно немного не дотерпели. Чуть больше артефактов, чуть больше уровень, и все. И Тимбер бы выглядел хорошо, и, соответственно, Фантом Лансер бы выглядел более-менее сносно, потому что у них хотя бы там диффуза появились. А сейчас мы видим что? Мы видим то, что просто умирают люди. И перифарм уже невероятно сумасшедший у No Digity. Да. И у Пингвинчика Пузотару, честно говоря, очень сомнительно. Все сейчас у него появляются тревела, и при этом такие PL обычно собираются для того, чтобы драться. Это там агрессив гейминг, да, на пятом Интернешнл, когда PL первым артефактом собирает себе тревела, чтобы везде находиться в каждом файте. Но драться команде Дэниш Берс сейчас, ну, просто не с руки. Пингвинчик по-хорошему фармить надо, а чем фармить? Ну, просто ручками, голыми руками. Сейчас мы видим Бьет Эншентов. Ну, видно, что был небольшой просчет от команды Дэниш Берс. Да, да, да. Действительно, малость не прокололи. Сейчас придется очень сильно как-то, я не знаю, потеть, что ли, для того, чтобы наверстать упущенное. Ибо Войт с Радиенсом — это не шутки. Убить его просто не так легко за один заход, потому что у него все-таки, извините меня, вангвард. Плюс эти прыжки, которые его очень сильно лечат. А контроль, это ведь здесь у Дэниш Берс, если обратить внимание, фактически-то и нет. Для того, чтобы не дать этому Войду прыгать. Поэтому любой урон, который вы нанесете, он, ну, не будет приносить вообще никаких плодов. Потому что Войт будет продолжать скакать. Кстати, сейчас вот Войда видят здесь. Только-только ваткнули в арт. Видят не только Войда. Вообще видят здесь практически всех игроков сейчас на Удигите датские мишки. И пингвинчик отсюда просто уходит. Он понимает, что драться они просто не могут. Сейчас единственный вариант — это сплит-пуш. И этот вариант также должны принимать и Радион. И они должны пытаться ловить этого фантом-лансера всегда и везде. Я не очень понял, кстати, мув от команды Дэниш Берс. Они выходили гангать, они шли в смаке, чтобы найти, по сути, кого-то одного. Ну, проще всего одного так у нас. На Атопе в это время цифляют пингвинчика. И пингвинчика, скорее всего, развалят. Не жалеют скиллов. Не жалеют и не жалеют вместе с тем с пингвинчика. Ну, вот. Это похоже уже на нормальную доту. Все, что я хотел сказать, то, что начинается какое-никакое чтение оппонента. Видно, что нодикки начинают собираться с мыслями. И подключается там Синдереан со своей аналитикой. Потому что все же он действительно неплохо думает. И есть, видим, есть сейчас определенные плоды его трудов здесь. Потому что сейчас уже ситуация в разы лучше, нежели на прошлой карте. Мы должны это понимать. Ребята уже ведут 10 тысяч нетворса. Сейчас отдать такое преимущество с такими героями будет практически невозможно. Ну, конечно, мы знаем. До случаев доте, когда отдать можно все абсолютно. Но это само собой. Я говорю про нормальные, адекватные действия. И там у нас были порой... Ладно, не буду вспоминать про всех этих думов и прочих персонажей. Но, да, конечно же. Конечно же залить можно все. Спиннинг, гейминг никто не отменял. И забрасывать умеют каждые команды. Ну, и тут и Эра, кстати, у самого тут Нью Эра. Ох, у нас Дэзвард стоит поближе к центральной линии. Койква подставился. Разделили его на четверых. И 901 по голде забрал у нас, если не ошибаюсь, Вич Доктер. Да, ВД зарабатывает кучу денег. Таких денег у нас давно, но я не видел. Потому что очень сильно страдает Дениш Бирс. Но одиноки эти фраги, в принципе, глобально на ситуацию не повлияют. Но если их будет много, то как бы Дениш Бирс не вернулись в русло. Ну, да. Вот если сейчас действительно пару героев так погибнут. Ну, там 3-4, например, таких смерти получится где-то профукать. Но где гиги. То просто до них доберутся постепенно эти же фантом-лансеры. Фантом-лансеры. Вот фишка этого героя в том, что ему не обязательно обгонять тебя на 2, на 3, на 4 слота. Для того, чтобы быть намного сильней. То есть ему легко тебя обогнать на такое количество денег. Но даже если он просто идет с тобой вровень или хотя бы там на тысячи 3-4 там отстает. От этого никто толком не проседает. Он все так же силен, все так же хорош. Если ты где-то на него забьешь, он просто тебя уничтожит. Вот Леон тут сейчас интересно засел. Но ждал, естественно, он плюс один. Либо хотя бы появление Инвокера. Потому что 1200 хитпоинтов Леон единолично забрать не сможет. Нужен будет Сэндстрайк. Инвокер укрепляется. Видимо, появление Аганима. Рассказ-то у нас от Койквы. Они были шикарные в последних матчах. И очень сильно от них страдает все тот же Мейн Керри, которого на мидлейн поставили. Это Фантом Ланцер команды Дэниш Бирс. Пингвинчик понял слабые стороны сейчас своей команды. Он просто старается не попадаться на глаза всей команде Ноу Диггити. А с ним хотят драться. Мы видим, Войт покупает Даггер, чтобы влетать, догонять, инициировать. Но драться с Эрой Пингвинчик пока не собирается. Ну, будут, значит, провоцировать игроки команды Ноу Диггити. Мы это видим прекрасно на своих экранах. Идут на Т2. Да, да, действительно. Ну, тут они пока никого не найдут. Я хотел буквально одно слово сказать. Я наконец-то увидел воочию эту хромированную реку. Обратил внимание на эти суперволны. Это, собственно, та самая фишка, самая, наверное, бесполезная из компендиума. Я только что думал, меня подплавило, честно говоря. Вот, вот, вот. Это действительно так. То есть там даются бутылки, с которых можно окрашивать реки в различные цвета. Это, я не знаю, зачем сделано и почему. Ну, ладно, мы к этому возвращаться, наверное, больше не будем. Просто не удивляйтесь. Это в порядке вещей, когда вы увидите такое у себя где-то в папочке. В первом дотане одной фразой, одним словом, просто подкрашиваясь река в другой цвет. Да, там, вот, ред, поехали, грин и так далее. У нас тут Эра пришел. Да, действительно, Блинг он себе все-таки купил. Хроносферу он уже потратить успел. Как мы видим, все живы. Значит, что хроносфера была не слишком хорошая. Вот я обзор сейчас залетел. На форставчике выезжает. Войд прыгает. Замечательный тайм-делейшн. Но отсюда все убежали. И надо идти защищать верхнюю линию, потому что там инвокер ее уже очень сильно давит. Куйквы у нас по фарму как сильно оторвался. Казалось бы, пингвинчик вроде наравне шел с ним, но не тут-то было. Ну и у нас Войд прыгает дальше. А вот теперь бы эта хроносфера была совсем не лишней. Хестеджи Ротен еще и ловит подкоп. Скорее всего, здесь его разберут. Да, понимают прекрасно, что реактив армор это проблема для того, кто бьет руками. Но что касается пальца смерти, тут, знаете ли, в реактив армор есть какие-то, видимо, лазейки, куда можно просунуть этот палец. Да, можно вообще куда угодно тогда в итоге пробивать. И действительно, вот мы тоже замечали, когда Тимбера там ходили, убивали, то, что палец этот пролезает вообще на раз-два. И Ноя, Ноя, Ноя. Я смотрю, у него тут варежка спряталась, у него тут виндлейс. То есть он такой, хочу быстро бить, быстро бегать, куплю-ка я себе вот такие замечательные артефакты. Ну ладно, у нас тут очень сильно пушится сторона. Да, Тимбер отсюда упрыгивает, потому что на него уже там нападал Леон. Ну ситуация, кстати, зеркальная по сравнению с прошлой картой. Видно, что Ноу Диггити хотят драться, хотят пушить, а команда Дениш Бирс всячески их избегает. Ну, избегайте нас, будет инициация. Пожалуйста, еще два даггера подъезжает от команды Ноу Диггити. То есть вроде на расстоянии держитесь, это расстояние легко абсолютно нивелировать. В частности, Блинк Даггер в помощь команде Ноу Диггити. По-моему, у четверых, если не ошибаюсь, есть Блинк Даггер. У кого нет, только у Лича нет. Только у Лича, да, Лич тут такой бомжеватый, поэтому, естественно, обходится пока что без Блинка. Плюс ему особо близко подходить не нужно. Вот они, наконец-то, Диффуза. Хоть один нормальный артефакт появляется сейчас у Даниш Бирс. Потому что Фантом Лансер до появления Диффузов вообще никакую груза себя не представлял. Сейчас хоть немножечко, но может повоевать. Ну, то есть, если условный Леон где-то встрянет, он мертв сразу же. Если где-то встрянет Лич, он также мертв без вариантов. И это касается вообще многих здесь персонажей. И, соответственно, ПЛ становится действительно убийцей. Главное, чтобы сейчас сами Даниш Бирс не докинули эту игру. И видно, что Даниш Бирс пытается всячески сушить игру. В принципе, такой термин спортивный. Засушить ее до момента, когда появятся нормальные артефакты у Фантом Лансера. И та же покупка от Вич Доктора, Хенд оф Медас. Хоть как-то догонимо дожить. Я уже оценил эту покупку. Она реально выглядит очень забавно. И при этом он не подойдет ни к одному крипу, будет стоять на хайграунде. Потому что боится спуститься. Да, вот сейчас разве что одного там быстренько подкушает. Такой, давай, давай, давай. Хорошо. Это шикарно, если бы не узнал бы еще при этом. Это было бы очень... Не успел бы. Это было бы очень миленько. Ну, то есть, самые бесполезные траты полутора, там, двух тысяч золота. Ну, ладно. Хорошо, Медас. Окей. Это тоже понятно. Потому что он никуда особо не бегает. Хотя бы по опыту будет наверстывать. Что там вообще по книгам. Книга, кстати, одна есть. Например, вот в магазинчике у дайеров. Знаний, которые... Поэтому я бы на месте Вич Доктора сейчас ее и прикупил. Просто, чтобы максимально быстро выйти в одиннадцатый. Потому что тут пока опыта еще маловато у него имеется. Где там фантом лазер? Фантом лазер единственное, чем должен заниматься, это сплит. Сплит, сплит, сплит. Но дикки должны его ловить. В прошлый раз у них это получилось сделать. То есть они его поймали, они молодцы. Сейчас мы видим, они более топорную стратегию используют. Мы, мол, идем дайвим, а ты там сплит. Мы быстрее поломаем тебе все. Да, у них быстрее появляются слоты. Они первые две позиции заняли по фарму. Серьезное вообще противостояние. Да и по графикам. Прекрасно. Видите, 12 плюс как по голде, так и по экспириенсу. Это уже повод заходить на хайграунд. Я не думаю, что им есть смысл отпускать. Там какие-то слоты себе дофармить. Слотов более чем достаточно. Фейслы сводят еще и в статы. Укрепляется Ultimate Orb. Хрид на хайграунд. Даггера есть. Это все исключительно, чтобы десантироваться куда-то под Т3. Но Эра пошел уже танковать. У него есть Аэго. Вообще ничего не боится. Ну, вообще тяжело против Тимбера вот так вот заходить. Потому что чакрамы кладутся очень часто. Аганима, правда, пока что у Тимбера нет. Но он в него уже очень уверенно выходит. Пошли импетусы. Эру хорошо тут пробивали. В итоге сбили ему добрых-то две трети здоровьем. Ну и надо быть поосторожнее, конечно же. Единственное, чего стоит опасаться сейчас медведям, это хорошая хроносфера от Войда. Потому что блинк у него есть. Соответственно, нужно держать позиционку. Строй ломать определенно нельзя. Если хоть где-то кучкануться, они просто умрут. Да, и при этом Дэниш Бирз дефают. А Фантом Ланцер продолжает фармить. Как ни крути, его в последнее время не убивают. Он продолжает фарм. Он сейчас занял вражеские позиции. Он подпушил лайн. Так что Койко вынужден на ботом перетягиваться. И здесь с хайграунда отгонять крипов. Но пока нормально. Пока все идет по плану. То есть сушим-сушим-зоним стараемся хоть какие-то артефакты вывести. И Фантом Ланцер покупает себе Яшу. Ну, план весьма понятный. И реализация пока действительно неплохая. Плюс вы понимаете, что определенная часть сил соперника уже перетянулась на другие линии. Соответственно, можно попытаться выйти и продавить вверх. Просто выйти толпой. Там в любом случае противника будет меньше. Там хотя бы на одного-двух персонажей. И где-то повоевать. Вот видим, что немного другим маршрутом сейчас побежали Даниш Бирз. И могут встретить на своем пути Леона. К слову, даже за такого персонажа, как Леон, можно получить много достаточно денег. Я не говорю вообще про Войда. Если поймают Войда... Ну, ладно, я уже про это говорил. Войда ловить просто нечем. Вот и все. Контроля нет. Он отсутствует. Ну да, даже если Айгу сбивают, то лучше не оставаться вокруг этого столбика. Креста и круга, который будет... Потому что если он поднимется и даст хроносферу, а там еще и потянется инвокер, например. Я боюсь, как бы, ноу-дигити очень быстро не закончили датских медведей. Ну, ПЛ фармит. Это не может не радовать датскую команду на самом деле. ПЛ фармит. У нас появился второй Аганим. Точнее, Аганим и второй Чакрам появился у Тимберсоу. Уже заход не такой простой будет. Так что теперь, как бы, позиции укрепляются у команды Даниш Бирз. Вот хорошая была попытка выхода на верхнюю линию. Но вот опять же, Даниш Бирз реагирует моментально. Классно реагирует Сантум Лансер, уходит Доппельгангер, там разводит иллюзии. И вообще все получается очень-очень круто. Единственный вопрос у меня по-прежнему к Вич Доктору. Чувак, купи книгу, у тебя будет одиннадцатый. Там уже их две складируются. Вот тут уже целая библиотека получается. И да, действительно, ты получишь одиннадцатый уровень. Соответственно, будет намного приятнее бить второго уровня Дезвардом. Все-таки урона на 55 больше. Не читает книги, смотрит сериал. Другое направление. Вообще да, когда книга просто висит в магазине, это недоработка команды. Значит, просто никто не напомнил или не указали, или не ткнули на этот вопрос. Да, фишка в том, что ты очень легко забываешь про такие вещи. И тебе это точно вряд ли кто-то подскажет, потому что каждый увлечен своей частью работы. А ты должен понимать то, что ты такой же, блин, второе уровень Дезварда. И она всем полезна, она всем полезна. Кто-то да должен вспомнить. Ребят, что там по книгам? Да ничего у нас тут по Лукоэлю лежит. Никто не хочет читать. Не совсем книга. Я думаю, сейчас некоторые наши зрители говорят, а вот сейчас обидно было. Если с продленки вернулись, да. Должно было зацепить. Это уже должны были, наверное. Ладно, у нас продолжается пока что игра. И вот, ноу-дикити осознали то, что они напоролись на серьезную стену. Но, ребятушки, у вас 15 тысяч перефарма. Если вы сейчас не зайдете, как вы собираетесь заходить потом? Тимберсоу один раз наказал уже команду нау-дикити. Было понятно, что нечем его пробивать в прошлой карте. Здесь он укрепляется и ситуация как бы не сильно меняется. Это все тот же Тимберсоу. Между двумя картами новый патч не вышел. То есть все тот же Тимберсоу, с которым опасно будет в Луите драться. Но и Пингвинчик, что не может не радовать Данию. Все плотнее. Яша есть. Сейчас Ultimate War появится. Будет Манта Стайл. Там где-то полторы тысячи хп. Там где-то две. Где-то Тарасочка нарисуется. И, боюсь, как бы потом Войду не сильно больно было бы. Да, будет очень-очень больно. Я уверен на 100%. Тем более, что контроль тоже со временем ведь появляется. Появляются какие-нибудь Хексы, еще что-нибудь. Я не знаю, там, Абисал Блейды, например. И в таком случае действительно Войду стоит опасаться. Потому что он вроде бы и фармит. Но вот у него Манта появилась. И вроде как динамика несколько сошла на нет. Да, у него там сейчас 1800. Но это просто деньги. Пока что в артефакты еще это не перетекло. И Эйс уже занимает позицию на верхней линии. Готов спамить чакрамами. Их уже два. Поэтому заходить на рампу в два раза тяжелее. Это просто ужас. Как же тяжело заходить. Очень быстро сориентировались на самом деле датчане. Да, ты говорил об этом. Ну и сейчас мы наблюдаем это. Ну и что, нас зацепили фантом лансера. И этот уже... Ну да, пытаются сейчас подсветить пингвинчика. Кстати, вот он и может попробовать даже сам напасть. Тем более, что тут приходит Тимберхезу. Оказался застан врасплох. Но здесь же и Войтс. Замечательная хроносфера. Пингвинчика здесь забили. И Эйса здесь тоже убьют. Хотя он пока еще живет некоторое время. Касочки пошли. Каски уходят в крипов. Маледикт повешен здесь не был. И торнадо от инвокера. Ноя здесь также погибает. 45 секунд не будет еще Вич-доктора. Да, тоже пытался он выйти в аганим. По-быстренькому. Ура! Райс! 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 Энчантрес! Как ее долго здесь сбьют! Все-таки добил. Ультра-убийство. Минус 4 делает Эра. Хочет оформить рампажечку. Вот он. Вот он на него катится. Говорит, вот он мой рэмпач. Ребятушки, ребятушки, поддержите. Что случилось? Что случилось в наших лесах? Да. Да, улетел хостеджерот. Он не подарил рэмпач. 22-7. Не дотерпели игроки датской команды. Можно было терпеть. Можно было по-соевой играть. И был вариант нормальные слоты получить по Элу. Но то, что сейчас пошли где-то во внешнем мире, отдались вчетвером своим оппонентам, это минус сторона, я думаю, как минимум. Причем по двум сторонам работает команда. А нау-дигите это может быть ошибкой, потому что до бараков они так и не доберутся. Да, снесли 2-3. И в итоге бараки не снесли. Значит, не в таком уж проигрыше. Датчане. Ну, вообще, да. Я тоже немножко удивлен. Потому что по-хорошему можно было бы забрать одну из линий. А в итоге сейчас, ну ладно, нет вышек. Но там кимбер, который точно так же хорошо защищается. Ему вышки вообще, в принципе, не нужны. Бараки находятся весьма глубоко на базе. Поэтому для того, чтобы их поломать, ну, халявы не будет определенно никакой. Ну, видимо, решили, ну, видите, еще немножечко пофармить. И дождаться следующего Рошана, который появится, кстати, через практически 2 минуты. Курьер сил тьмы убит. А в нем лежал Монта Стайл для Фантом Лансера, которого не будет еще 3 минуты. Вот это Попадалова. Да, просто череда неудач у команды Дэниш Бирс. Если в первой они были виноваты более чем полностью, то во второй тоже немного недоконтролили. Но, опять же, кто виноват? Что неужели это Ноу Диггити виноваты, что Курьер так близко к ним летал? Тем более, они были на чужой половине. Тут надо было повнимательнее быть. И появляется дополнительный дэмэдж еще у Вайдая. Там уже готовый Мьолнир. Я, кстати, хочу отметить, как плотно Войд наваливал в хроносфере. Пингвинчик он вообще не почувствовал. 3-4 удара, и Пингвинчик... Ну, видно было, что он не переживает хроносферу. А с Мьолниром дела будут еще интереснее. Даже если ряд иллюзий будет, можно будет быстренько определить, где же главная цель. Да можно будет быстренько вообще всех поуничтожать. Потому что пока иллюзии не совсем жирные, соответственно, они будут умирать буквально от пары залпов этих молний. Потому что урона получают иллюзию Фантом Лансера очень большое количество, 500%, если быть точным. И, соответственно, Мьолнир просто защищает всю драку, если на тебя нападает ПЛ. А если на тебя не нападает ПЛ, то кто тебя вообще будет убивать? Вот и замкнутый круг получается. Да, и в ту же пачку артефактов и массового дэмэджа еще и Леон, которому уже летит готовый Аганим. Поэтому иллюзии до свидания. Ряд героев до свидания. Собирайтесь с группой, заходите в хроносферу. Сейчас мы начинаем казино. Леон с Аганимом просто машина. Он действительно машина. Он уничтожает такие партии людей и нелюдей. Ну вообще легко-легко ли он разбирается со многими. Причем 20-секундный кулдаун зачастую намекает на то, что ты можешь начинать драку уже непосредственно с пальца. То есть ты заходишь, ты даешь уже не хекс, а просто всаживаешь палец. А дальше уже начинаешь давать свой прокат. Соответственно, пока там драка идет, ты можешь еще разочек этот фингер всадить. Просто единственный вопрос в том, что маны может иногда не хватать на эти дела. Да, единственное, чего для идеальной какой-то драки не хватает команде No Digity, это вот кого-то, кто собирал бы всех кружком. Кого-то типа Dark Seer, которого мы видели в бане. И если бы был еще такой... Или просто по глупости датские медведи наши соберутся вместе, то, конечно, даже Лич идеально просто войдет в этот файт. Пока надо только как-то зонить, стоять на расстоянии друг от друга и стараться, ну и надеяться на Тимберсоу с двумя чакрамами. Ну и не пускают, отбрасываются. То это шарды, то это чакрамы, то райс кого-то переманит. Драгонлендс как-никак есть, можно на расстоянии держаться. Ну и опять затихла игра, потому что вот что. Да, бьют, бьют пока Рошана. Я там слышал, я обзор уже Крипчиков начинает отстреливать. Ну и, да, естественно, нужно восстанавливать периодически ману. Замечательно. И, да, продолжают поджимать, продолжают. На топе вышка уже почти развалилась. Мы уже видели то, что внизу и на центре также защитные строения были уничтожены. Это значит, что заход несколько упрощается. Но все же, залезть в узкий проход против Тимбера, это очень рисковое занятие. Ну, с другой стороны, против Войда также это небезопасно. И мы видим, что все-таки Монтестайл успел появиться у Пингвинчика, прежде чем начинается последняя драка. Ну и чем дальше, кстати, тем опаснее для команды на Удигите. Ой, Войд у нас запрыгивает. Эра просто поймать никого не может. И с Даггером через одну секунду надо отсюда лететь просто-напросто. Боятся подходить Дениш Берс, а Эра пока ничего не боится. А Эга у него по-прежнему существует. И Тимберсоу еще один артефакт. Единственный, кто не чувствует, в принципе, осады этой. Толку? Опять же, бараки и артефакты немножко разные вещи. Барак не появится, если даже у тебя новый артефакт какой вырастет. Надо придумать, надо исправить. Нужно придумать артефакт, который будет отстраивать бараки. Может, там что-то об этом в этой книге написано. У нас тут вот она стяжечка была от Войда. Леон выдает палец смерти вдвоих. Сразу же серия байбэков. Койку, кстати, очень быстро убили. Это очень важно. Но Войт. Войт неплохо продолжает драться. Правда, наверное, нападают. Заканчивается на нем уже действием Йолнира. Также вернулся Инвокер с прокастом. Пингвинчик уворачивается. Пошел Монтастайл. Слушай, он тут реально может всех поубивать пингвинчик. Еще буквально секундочку. Залетают еще каски. Погибает Пейл после байбэка. А как дела вообще у Тимбера? Может, стоит себе уже вернуть? Вот, наконец-то, да, эти чакравы. Вот-вот они в него опять залетают. И, да, что мы с вами наблюдаем? Наблюдаем продолжение захода. Байбэки остаются только у Войда, у Бисмастера. Но они пока что вне зоны риска. Вот он, Войт, очередной раз прыгает. Да, и решили заканчивать все-таки Ноу Диггити, потому что незамедлительный байбэк был от Инвокера. Сразу же байбэк был от Лича. Синдерен тоже у нас в файте. Ну, да, третья сторона есть. Двух уже нет. И, скорее всего, мега-крепы. Это главная цель команды Ноу Диггити. Ну, по-любому, надо Дениш Бир драться. Да, неудобно без Пейла это делать. Но есть еще, ребята, палец смерти от Ябзора сразу по двоим. И Эйс, бедняга, и Таск тоже еле-еле лоу-хиповый старается уйти отсюда. Айра бежит, и все в рассыпную от него. Ну, бараки сыпятся, и, скорее всего, бараки здесь развалятся. Чакрам не сильно пугает, мы видим, команду Ноу Диггити. Но Эйра уже не чувствует соперника. 14-0-10. Что здесь чувствовать? Кстати, кстати, вот на Эре висел Маледикт, и, в принципе, можно было попытаться у него вгрызться чуть посильнее. Да, но мы видим то, что еще и поймали здесь Эйса. Это действительно гуд гейм. И счет сравнивается. Вот это очень важный момент, именно вот тот самый моральный, потому что мы про него вспоминали. То есть, вот что нужно сделать Ноу Диггити для того, чтобы действительно вернуться в эту игру? Это, во-первых, восстановиться морально, потому что поражение у них было очень много за последнее время. И видим, что побеждать эти ребята не разучились. То есть, сейчас важно этот же момент не проворонить. И вот этот Void 15-0-12 у Void. Да, и инвокер, который, казалось бы, да, мы говорили о том, что Мидас покупает. Зачем? Толку, толку, толку. У него топ ГПМ на карте 772. И абсолютно зеркальная ситуация. Тимберсоу кое-как до 500 дошел, а Пейл 420 на 40-й минуте. Ну, Пейла хорошо щемили, да, хорошо его ловили несколько раз. То есть, опять же, стоит отдать должное именно Ноу Диггити, потому что они грамотно обходили этот сплит-пуш. Это тоже все очень-очень важные моменты, и мы это тоже уже разбирали во время игры, так что можете еще разок пересмотреть когда-нибудь на ютубчике. В общем-то, 40 минут ушло на эту карту. У нас впереди еще будет третья решающая, которая и определит победителя этой пары. Ну, а мы будем уходить на небольшую 5-10-минутную рекламно-музыкальную паузу, после которой вернемся. Дота 2 и Hearthstone, Counter-Strike и StarCraft, World of Tanks и League of Legends. EGB.com. Ты точно знаешь, кто победит.